Ом Ти Ви Юей про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Привет, дорогі друзі, суб'єктивні новости... Да. Некоторые события новостей произошли еще в прошлом году, і по совести сказать, было бы очень хорошо, если б они, вместе со своими создателями, остались бы тоже в прошлом году. Ну а нет, думаю, что они еще долгое время будут оказывать свое разлагающее влияние. Жириновский в канун Нового года призвал в новогоднюю ночь забомбить Украину, но так не всю, а по некоторым объектам очень хорошо было бы ударить в новогоднюю ночь. Всеволодця так шарахнуть 31 декабря в ночь на первое. Уже все под шофе, ну подождать, там-то разница есть в часах. Поэтому часа в 4 утра, в 5 утра, когда весь этот Запад будет в лёжку лежать. И не обязательно их всех бомбить, но выборочно наказать надо кого-то, напугать надо кого-то. Клоун Балабол, который, очевидно, забыл принять таблетки. Причем предложил нас делать так, часа в 4, в 5 утра. Его просто тянет к этим самым аналогиям. Кто у нас там начинал бомбардировки в 4, так, в 5 утра? А еще Жириновский совершенно неожиданно заявил, что в 22 году все россияне будут гордиться. Знаете чем? Тем, что живут в самой богатой стране в мире. Мы можем зайти на политический олимп. И внизу будет и Китай, и США. Впереди вершина, на которой мы вместе вскарабкаемся. И вы все будете гордиться. Гордиться тем, что живете в самой мощной в мире стране, в самой культурной, в самой богатой. Чтобы богатство было и в ваших карманах, на счетах, в ваших банках. Представляете, такое вот поздравление людей с Новым годом. Каждый раз, когда смотрю на Жириновского, возникает один вопрос. Ну неужели люди, которые находятся с ним рядом, не понимают, что человеку реально плохо? Ну не мучайте его, дайте ему уже какую-нибудь таблетку. В Беларуси к 11 годам тюремного заключения приговорили 21-летнего россиянина Егора Дудникова. Вся его вина, даже по официальной версии обвинения, что он озвучивал ролики для телеграм-канала и был администратором в одном из телеграм-каналов, это серьезное преступление. 11 лет за это. Это, по мнению белорусских властей, это самое оно. Думаю, что дебилизм белорусской судебной системы уже никого давно не удивляет. Меня удивляет такое робкое молчание о власти России. А что вдруг так? Почему никто не возмущается? Никто не рассказывает о том, что мы не оставим нашего гражданина, мы будем бороться, всячески отстаивать. И вообще, все эти зарубежные суды, они просто берега попутали. Как они могут судить граждан великой страны? Или это не касается Беларуси? В правительстве, а точнее в некоторых его частях, конкретно в голове вице-премьера Виктора Чернышенко, появилась идея заставить россиян поменять Турцию и Египет на патриотический туризм, чтобы отдыхали в России. Задача минимума, по мнению вице-премьера, это чтобы хотя бы раз в год был какой-нибудь познавательный, патриотический туризм. Несмотря на всю абсурдность этой идеи, я в целом только за. Познавательный туризм, это же правда было бы круто. Познать свою собственную страну, как она живет, какие особенности и проблемы у нее есть. Патриотический туризм, это вряд ли, это что-то из разряда фантастики. А вот насчет познавательности, это как говорится, только в путь. Я за свою жизнь объездил почти всю Россию и с уверенностью могу сказать, что познавательный туризм, это правда хорошее дело. Чтобы люди понимали, где они живут и чтобы, так сказать, понимали свое место в этой стране, да и в этом мире тоже. Верховный суд принял решение о ликвидации международного мемориала. Ну что сказать, движение мемориал хоть и не было настолько известно, особенно среди молодежной публики, как, скажем, рэпер Моргенштерн, но это, конечно, движение примерно одного и того же порядка. Движение обратно в СССР, только в обновленный СССР 2.0. Примечательно, что на суде сторона обвинения, прокурор конкретно, он рассказывал в том числе и про врагов народа и про то, что мемориал создает образ СССР как государство-террориста. Мемориала больше не будет и, наверное, не будет, ну, по крайней мере, станет меньше людей, которые будут копаться в темном прошлом, выискивает то, что было просто совершенно отвратительно, то, что просто оледенило душу, будут какие-нибудь розовые сказки про то, что в прошлом в СССР было все совершенно прекрасно. Никто больше не потревожит со своими рассказами про то, какая лютая была дичь. Вот только здесь беспокоит, а что же дальше? А дальше будет выстроена абсолютно утопичная фантазия про то, насколько все было прекрасно и безоблачно, и не было никаких проблем, и все жили долго и счастливо, и появится большое количество людей, которые будут абсолютно искренне уверены в этом, что все именно так и было. Ну а дальше абсолютно неизбежно, учитывая, что никто не помнит об ошибках прошлого, все это рискует повториться. Только, опять же, не в форме трагедии, а уже в форме какого-нибудь кровавого фарса. А насчет превращения всего в фарс, как вам такая новость? Писатель и драматург Гришковец избран председателем общественного совета Превсин России. Такие новости, они ж правда, они трудно поверить, что они из реальности. Ведь общественным наблюдательным советам Превсин, где стоит остро проблема пыток, им-то главное, чего не хватало. Им не хватало должного уровня драматургии. Теперь с приходом Гришковца такой проблемы больше, очевидно, не будет. Глава Следственного комитета Бастрыкин, очевидно, уже разобравшись со всеми делами, решил обвинить Запад в том, что Запад дестабилизирует ситуацию, раскачивает через молодежь при помощи зарубежных фильмов и видеоигр. Опять же, как и этот самый запрещенный мемориал, выставляют нашу страну в фильмах и играх в каком-то негативном свете. А это неправда. Это на самом деле вообще не так. Они, очевидно, неправду говорят, напрасно, но наводят на нашу страну. Мы им не позволим это делать. Мемориал запретили. А с играми и фильмами что будем делать? Очевидно, по той же схеме. А что же будет вместо всего этого? Не беспокойтесь, у Государственной Думы и на этот счет есть свой план. Будет рабочая группа от Государственной Думы по защите христианских ценностей. И как будто всего этого идиотизма было недостаточно, эту группу предположительно возглавит депутат Петр Толстой. Человек, который несколько раз попадал в серьезные скандалы, в том числе в скандалы, которые были вызваны его прям антисемитскими высказываниями. Прям откровенными там про 101 километр и так далее. И ничего. Будет возглавлять группу по защите христианских ценностей. И еще больше подобного трэша от председателя Конституционного Суда Валерия Зорькина. Тот вообще написал очередную статью, в которой рассказал о том, что возвращение смертной казни, отмена моратория на смертную казнь в России, это в общем-то, ну как бы, неплохая идея. Идея даже нужна и, наверное, по мнению Зорькина стоит бы подумать о том, чтобы вообще вернуться к практике применения смертной казни. Министр иностранных дел Лавров признался, что читает «Медузу», «Репаблик» и «Новую газету». Двое из этих трех, кстати, объявлены иностранными агентами. А в МИДе их читают, мало того, другое ведомство, практически того же самого аппарата, объявляет их иностранными агентами. И здесь еще интересует, а почему, кстати, в МИДе не читают то, что производят, в общем-то, на государственной кухне вот этой медийной. Скажем, ту же Симоньян с ее РТ или того же Киа Саяна с его бредом на НТВ. Почему в МИДе не пользуются популярностью тот же Киселев с Соловьевым, да и вообще Первый канал, или тот же Бабаян с его очень информационным шоу? Да потому что все эти миллиарды из бюджета на вот эти все так называемые СМИ, так называемые информационные медиаресурсы, они тратятся не для того, чтобы доносить информацию. Они существуют совершенно для другого. Чтобы получить информацию, тот же МИД, он понимает, что лучше почитать там «Медузу», «Репаблик», «Новую газету». А чтобы выжигать россиянам мозги, здесь, конечно, подойдет и Симоньян, и Киа Саян, и даже Первый канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok